добрый вечер а напишите есть ли звук и видео все ли хорошо видно и слышно спасибо натуросанат ну во первых видите я в уголке оставил книжку мифы шизофрении многие жаловались что ее трудно купить мою книжку мифы шизофрении а я психотерапевт александр данилин так как сегодняшняя тема по-прежнему посвящена мифом вот то наверное наверное уж извините меня я буду повторяться книжка это появилась на озоне ну во-первых мы разместим ссылку под этим видео во вторых ссылку на озон непосредственно во вторых ссылка на озон есть прикрепленных объявлениях в telegram канале в гостях у данилина я там иногда помещаю какие-то трехминутные размышления и в общем конечно новости дня и там в прикрепленных объявлениях конечно есть ссылка на эту книжку поэтому поэтому вот появился небольшой дополнительный тираж я снова с трудом ее рекламировал пусть она немножко повисит тут на экране я хочу сказать что внизу на бегущей строке есть телефон есть скайп и почтовый адрес по которому можно записаться на консультации учтите что в общем было бы желательно чтобы перед сегодняшним прослушиванием этого разговора вы прослушали предыдущие да потому что мне будет очень сложно не повторяться вот я хочу опять начать с того что вопрос о существовании у человека души так никто и не решил существует ли отдельный и вполне возможно бессмертный орган который фрейд как мне кажется лично под влиянием спиритуалиста теодора випса изобразил вот в виде этой своей первичной первой схемы рисовал он именно отдельный орган отдельный орган который связан с мозгом но тем не менее их отношения не причинны то есть душа или психи именно так же это переводится это именно душа она является отдельной для психоанализа и для всей глубинной психологии структурой который с мозгом связывают отношения аналогии но не причинно-следственное железное отношение для того чтобы то есть я снова буду говорить о том что первичный миф и главный миф заключается в том утверждение которое сегодня в общем является общепринятым о том что мозг и душа это одно и то же точнее говоря что мозг выделяет продуцирует сознание как некая железа внутренней секреции это до железы производят гормоны мозг в сознание и это главный миф который определяет все остальные мифы вокруг того что мы называем и психологии и психиатрии конечно тоже возьмем для примера для того чтобы это было понятно алкоголизм эту вечную проблему разумеется не только проблему нашей страны болезнь это или нет ну в общем я далеко не первый человек который пытается давно уже пытаются утверждать что алкоголизм это не болезнь что это собственно говоря привычка ее можно называть патологической можно называть болезненной но тем не менее это главным образом заболевание того самого органа который называются человеческой душой или психи ну на самом деле я еще наверное кого-то буду вспоминать кто из ведущих например нейробиолог мыслит примерно как я в отношении алкоголизма но меня так как эти наши с вами не знаю лекции встречи они в общем субъективны я всегда подчеркиваю что они основаны на тех выводах а стало быть на тех мифах которые сделал я и на тех мыслях и идеях и опыте которые меня заставили сформировать какие-то свои мифы я всегда и в работе свои и в жизни исхожу из того что вот этот орган душа существует и существует как некая реальность и причины функционирования души мы действительно как и утверждал это фрейд не можем свести только и исключительно к проблемам мозга к болезням мозга или к ну не можем потому что на самом деле ни одна из гипотез например депрессии как мы говорили в прошлый раз не доказано ни дофаминовая ни серотониновая никакие другие мы до сих пор не можем связать человеческого поведения с биохимическими реакциями фармкомпании делают вид что они это могут хотя сегодня в новых лекарствах вы откроете инструкцию и увидите механизм действия лекарства точно неизвестен и уже одно это на самом деле должно потребителя настораживать и останавливать потому что есть препарат который с вашим мозгом тем не менее сделает неизвестно что ну да по меньшей мере странно все остальное лишь гипотезы которые при ближайших проверках я обобщаю конечно и все обобщения в некотором смысле ошибочные ну в общем ни одна из гипотез при тщательной экспериментальной проверке не подтверждается почему ну потому что это не один орган не железа которая выделяет виде своего продукта душу возьмем да вот эту привычную на проблему пьянство меня всегда очень удивляло когда я утверждаю да там это не болезнь то мне сразу говорят как же похмельный синдром белая горячка отек мозга до белая горячка это фактически отек мозга как бы запой когда человек не может длительный период времени обходиться без алкоголя как же так действительно ну вот возьмем какой-нибудь абстрактные случаи передо мной сидит человек хорошо где ты занимающий иногда даже более чем престижную должность или выполняющие вполне себе интеллектуальную работу выведены из запоя из похмелья зачем он посредине трезвости полного здоровья нормальных анализов нормальной биохимии вдруг начинает пить ну вот говорят мне тяга патологическое влечение ну мало того что никто и никогда этого не определил ну действительно что такое для того чтобы определить что такое патологическое желание алкоголя трезвым человеком нужно наверное дать окончательное определение самому этому слову зависимость или аддикцию если вы хотите на английском и и это вообще замечательный спор а ну смотрите словами патологическое влечение мы опять намекаем на некоторые нарушение мозговой деятельности то есть есть что-то чем мы не знаем что там мозг выделяет и заставляет буквально человека желать опьянения в данном случае алкоголь на самом деле все это очень сложно по той простой причине что в действительности по моему глубокому убеждению алкоголь никак не является наркотическим веществом давайте не будем забывать что алкоголь это пищевой продукт и там мне можно все что угодно любую конспирологию под это подкладывать но на самом деле в дело в том что алкоголь не имеет тех эйфоризирующих свойств которые ему приписывают кто приписывает культура или мифы культуры они же конечно с радостью становятся трансформируются и становятся мифами психологии алкоголь на самом деле выражаясь бытовым языком тупит что такое тупит он производит такую душевную анестезию когда человек сразу становится забыв чем и не очень помнит актуально для него события в том числе сегодняшнего дня он их как бы пока длится опьянения игнорирует вот у него наступает некоторая слабость с легким нарушением координации и это собственно все вот такая душевная анестезия это все что может алкоголь на самом деле это еще во времена великой отечественной войны известные эксперименты о которых я уже рассказывал тогда бойцам после контузии капали 33 процентный спирт в капельницах внутривенно капельно для того чтобы снизить отек мозга поскольку алкоголь работает как мощный природный антиоксидант упрощает работу мозга в этом на самом деле и все его действие химическое ничего другого он сделать не способен так вот когда бойцам одной палаты говорили что им капают спирт они вели себя как положено удурачились к медсестрам приставали смеялись испускали глупые шутки и так далее так далее и тому подобное а если бойцам другой палате говорили что им капают не спирт в некий препарат экспериментальные полученные по ленд-лизу то они описывали вот то что я только что вам писал выше легкую потерю координации некоторую эмоциональное отупение как бы забывчивость и и все и ничего больше никакого и никакой эйфории никакого кайфа борис сергеевич братусь из психологов описывал и повторял подобные эксперименты они вполне воспроизводимы то есть научные по той простой причине что речь идет о действии химического вещества откуда же берется вот это наша надежда на алкоголь вместе со знаменитым до 4 но и по моему восьмистишим маршака для пьянства для пьянства есть такие поводы там разлуки провода и просто пьянство без причин на самом деле ну вот если вы задумаетесь о том для чего с какой целью только одна российская культура используют алкоголь с его помощью лечат его пьют для сексуального возбуждения как афродизия выпьют как снотворное для того чтобы успокоиться и уснуть его пьют для того чтобы растормозиться в компании и легче общаться его пьют для того чтобы снять стресс его пьют для того чтобы лечить рак там особых схемах и дозах его пьют для того чтобы лечить язву желудка по моему только цирроз печени как-то не лечат алкоголем а так все остальные болезни там если использовать все алкогольные примочки представляете какое волшебное вещество как от чего человек обратите внимание захотел от того он с помощью алкоголя и вылечился разумеется это миф или плацебо эффект простейшая молекула до обладающая вот свойствами панацеи то есть универсального лекарства и вещества счастья и снотворного вещества одновременно ну достаточно просто об этом задуматься для того чтобы понять что такое миф и конечно этот миф действует в области психе то есть в области того самого органа который мы называем душой а болезнь болезнь она существует и действительно существует алкогольная психоза и существуют деменция слабоумие наступающие в результате постоянного пьянства но это совершенно другая проблема эта проблема заключается в том что алкоголь и я уж не говорю его дериватах дешевым поддельным алкоголь это токсическое вещество до который имеет дозу летали с минимум то есть дозу которая смертельно абсолютно для всех кто да для среднего мужчины около 75 килограмм весом это три литра чистого алкоголя стопроцентная летальная доза естественно если летальная доза есть мозг реагирует на это атрофии нервных клеток ну в общем набирается определенное количество проблем но процессы эти разные тот процесс который приводит к дегенерации прямой дегенерации нейроны и тот процесс который мы называем желанием выпить ну да конечно я понимаю что комментаторы порвут меня на части но действительности для чего же этот самый здоровый человек пьет чего возникает вот эта самая патологическая тяга к алкоголю и что оно такое в общем все очень просто я точно знаю зачем пьют сильно пьющие люди и алкоголики они пьют для того чтобы получить возможность мечтать они пьют для того чтобы отключиться от реальности и мечтать о чем мечтать я тоже могу сказать и тоже это мысль которую я формулирую может приобретать конечно самые разные словесные вербальные значения описания алкоголики пьют для того чтобы иметь возможность мечтать вот это анестезия анестезия расчищает на некоторое время на время опьянения сознания и человек получает возможность мечтать потому что мечтать трезвым он не может себе позволить у нас это считается чем-то считалось по крайней мере по крайней мере в массовой культуре это что-то такое неприличное человек как вот мы говорили в разных эфирах посмотрите эфиры которые были раньше человек не может все время адаптироваться к реальности поскольку для большинства для большинства из нас эта самая реальность оборачивается очень фигово весьма фигово и не не очень фигово а так в общем я знаю мало людей которых искренне радует их реальность или эти люди тоже пьют почему ну потому что на самом деле для того чтобы это наша реальность искренне радовала в ней в общем надо воровать а любое воровство оно как бы не является заслугой самого человека оно является да где-то в глубине души в общем надо признаться преступлением и я в трезвом виде всегда понимаю что на самом деле я не начальник не спаситель человечества а мелкий вор и поэтому даже если у меня все хорошо в жизни я очень часто не все конечно я пью чтобы усилить это хорошо чтобы помечтать вы удивитесь но о жизни честной правильной о жизни человека который спасает человечество или отдельных людей вот вам собственно и все потому что дальше чем в большей степени когда ты трезвеешь эта реальность не совпадает с твоими с твоей мечтой с твоим внешним образом себя тебе вполне разумеется хочется прийти в состояние опьянения чтобы соответствовать собственной внутренней картинке мира между прочим да есть такой знаменитый достаточно американский нейробиолог марк льюис он написал книгу биология желания да и под заголовок ее так и звучит зависимость не болезнь вот что доказывал марк льюис что все что лежит в основе аддикции в основе зависимости укладывается в понятие научения мозг нейропластически подстраивается под задачи поиска и употребления алкоголя мы можем по-разному относиться к этому научению но это именно научение проще говоря зависимость это не то чем болеет мозг даже мозг а то чему он научился научение конечно идет в области того самого органа который мы по-прежнему называем душой психе психикой вот только называем правду я по-гречески не понимает поэтому я как бы не понимаю что психика это душа а что делать ну в общем такая глобальная тема учить мечтать можно научить этому сразу нет требуется время чтобы мозг подстроился под другую привычку чтобы он научился чему-то другому ну все наверное вы знаете что подавляющее большинство людей обоих полов мужчины и женщины как бы за редкими исключениями исключения бывают из любых правил они при первых пробах алкоголя он им страстно не нравится ну я помню первый раз бабушка наверное мне было лет 12 или 13 налила рюмку алкоголя и я подумал боже мой какая горькая гадость то что это тошнотворно сладкое вино это мы узнаем потом что происходит дальше дальше культура разная культура подворотни в моем поколении культура всяких разных тусовок и дискотек наверное в этом поколении человек постепенно обучается тому чего ждать от алкоголя и именно это то что он ожидает он и пытается получить проблема например высокой толерантности когда человек пьет не может остановиться с точки зрения ни мозга ни химии а психики этого отдельного органа заключается в том что все больше и больше дозы требуется для того чтобы отключиться от реальности и перейти к мечте как бы ты 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 вырабатывая привычку конечно же повышаешь ту самую толерантность если вы используете алкоголь скажем как снотворное его дозы тоже все равно будут через некоторое время неминуемо расти если вы будете делать это регулярно но самое интересное толерантность повышается не только поэтому она повышается потому что вы что что эффект который вы получаете реальный ведь чем больше опыта у вас пьянство тем больше вы понимаете что реальный эффект алкоголя отличается от ваших ожиданий вы хотели отключиться расслабиться там не знаю поднять себе настроение поиграть в героя но опыт говорит о том что вы испытываете лишь отупение голова становится тяжелой что-то не так думает человек и продолжает пить для того чтобы получить тот эффект ну давайте его условно назовем счастье или эйфории которую он ожидает вот вот ведь какая история и на самом деле этот миф эта история она лежит в основе огромного количества всяких разных других мифов нашей культуры поскольку все они так или иначе связаны с двумя понятиями в первую очередь это тот самый миф о своей личной роли личности в истории или миф о спасителе вот какие-то поступки политиков необъяснимые ошибочные чем они вызованы на самом деле вы не поверите желанием быть спасителем кого-нибудь от чего-нибудь у нас сейчас ну например есть это вообще удивительная особенность сводить наверное человечество сводить все к не до конца определенным понятиям особенно это заметно и часто происходит в психологии ну например мы называем зависимостью все что не можем объяснить скажем вам не кажется так вот если задуматься что сейчас понятие зависимость почти полностью вытеснило слово любовь я уж не говорю химическая любовь что такое любовь это зависимость от гормональных выбросов вот там не знаю феромонов вот бог знает чего еще как бы если если поискать немножко то то можно легко на самом деле заблудиться это зависимость любовная зависимость это фиксация на другом человеке а еще богаче вот в википедии например для любовной зависимости характерны созависимые отношения между двумя аддиктами и чаще всего они возникают между любовным аддиктом и аддиктом избегания при этом на первый план выступает интенсивность и экстремальность эмоций слушайте дальше хотя любовная аддикция не выделена из других нехимических зависимостей в литературе достаточно данных чтобы рассматривать ее как отдельное психическое расстройство при этом научных данных о лечении любовной зависимости пока что мало любовный аддикт это человек который хочет любви аддикт избегания ну простите меня мне кажется что это как матом практически ругаться а аддикт избегания это партнер который не отвечает на любовь или отвечает как-то не сразу удивительное дело потому что появляется огромное количество понятий которые ужасно ну например не знаю это замечательное понятие абьюзер кто кто такой абьюзер это человек который манипулирует любовными отношениями в самом широком смысле этого слова манипуляции манипуляции это тоже замечательное понятие потому что я все время повторяю что на свете есть аферисты которые манипулируют вообще любое наше общение любой разговор ну я не знаю я сейчас говорю мне хочется чтобы вы задумались над моим изложением мифов например о пьянстве я манипулирую ну да как любой наверное лектор который хочет чтобы кто-то разделял его точку зрения и ничего криминального я в этих манипуляциях не нахожу в чем главная проблема вот для того чтобы потому что я могу еще на эту тему прочитать не знаю провести три стрима четыре стрима в чем главная проблема в том что как только мы как бы используя модное слово оно как бы всегда является снова тем же самым тем же о чем мечтает алкоголь мы начинаем от этого слова спасать клиентов которые приходят к нам на прием раньше модным словом именем я могу снова напомнить предыдущий наш с вами разговор вот это вот тисей и минотавр ариадна как известно спасла тисея от чудовища героя а минотавр это имя чудища которое надо истребить вот на месте того самого минотавра которого тисея на самом деле не видит потому что он прячется где-то за стеной лабиринта может быть абьюзер или вот еще замечательное слово которое становится опять же все более и более значимым это созависимость и это слово созависимость точно так же как и зависимость превращается в отдельную болезнь причем превращается в отдельную болезнь как раз усилиями психолога ну там напишите на минотавре на этой картинке созависимость и вы поймете о чем я говорю или там зависимость как бы суть не изменится надо отрубить ему голову и выбраться из лабиринта иначе невозможно иначе он все разрушит это чудо-юдо конечно психологу и психиатру как алкоголику совершенно искренне хочется кого-нибудь спасать весь вопрос понимает ли этот человек от чего именно он хочет спасать и каковы методы спасения потому что наличие слова зависимость или созависимость позволяет дальше не задумываться дальше мы берем там инструкцию или мы берем стандарт в медицине или мы берем какую-нибудь книжку о созависимости которых существует страшное количество просто страшное и начинаем спасать и опять с этим все очень сложно потому что в том что изначально называлось созависимостью что такое созависимость созависимость это в случае вот того же самого алкоголизма это как бы подтверждающее облегчающее человеку пьянство или прием наркотиков поведение его близких когда они считают что они борются с алкоголизмом или с наркоманией но на самом деле они только способствуют его пьянству например ну раз я сегодня не успею конечно ничего сказать про наркотики вот я хочу сказать что мы совершенно не умеем задумываться о том что так называемая созависимость во всех этих ситуациях это продукт нашего слова болезнь это же слово это на самом деле главный миф включая сюда и психологию тоже почему ну потому что сейчас есть такое замечательное понятие от которого мне становится нехорошо называется клинический психолог клинических психологов не бывает не может быть или это вовсе не психология что что это никакого отношения не имеет душе человека это точно совершенно почему ну потому что есть наука о болезнях так хочется сказать души на самом деле она и не про болезни души и не про болезни мозг но про психические болезни психиатрия есть наука о мозговых структурах и так сказать нейробиология патофизиология мозга а психолог всегда был специальностью которая занималась нормальным человеком и появление образования модели профессии в списке профессии клинический психолог означает на самом деле что мы все хотим заниматься болезнями и не хотим задумываться о том что такое нормальный человек я вот тут целый вебинар затеял на эту тему и конечно нормальный человек нашего времени он вовсе не нормальный ну не больной как бы эта история она на самом деле очень непроста ну правда клинический специалист по норме правда клинический психолог это нечто на мой взгляд странное но странным и является потому что на самом деле ничего клинический психолог не может кроме как подтверждать мнение психиатра и только попробуй опровергни мнение психиатра вылетишь из клинических психологов или из конкретного медицинского учреждения где ты с этим названием или с этим псевдо образованием работаешь а то же самое примерно мы забываем в клинической психологии психиатрии ну например я конечно рассказываю об этом в книге которую вы видите на экране но на самом деле евгению блейлер автор понятия схизофрения имел ввиду под схизофренией не заболевание мозга а заболевание того он он вообще переписывался с фрейдом и был им крайне увлечен и многое что он делал своей клинике знаменитой он делал как бы благодаря фрейду давайте скажем так он считал шизофрению заболеванием психическим то есть заболеванием психи если хотите психологическим заболеванием психологической проблемой а не правда не проблемой болезни мозга и поэтому занимался он потихоньку гипнозом ассоциативными экспериментами прогулками прекрасном парке бург бург бет ли эта клиника с пациентами из беседами на жизнь за жизнь и на самом деле имел потрясающе хороший результат иначе бы не был бы таким знаменитым в клинике застревали единицы и он считал и писал что в клинике застревают на всю жизнь на долгие десятилетия клиника была дорогой не не каждый мог себе такое позволить только люди которых есть пока не выясненная болезнь мозга а подавляющее большинство его пациентов покидала клинику здоровыми и никому не приходило в голову говорить что все случаи так называемые схизофрении это случай исключительно связанные с болезнью мозга только те которые как бы сейчас у нас сказали хранифицировались и не поддавались лечению или помощи психологическими скорее воспитательными я бы сказал методами не поддавались научению стоит ли говорить что сейчас психиатрия не пытается никого ничему учить и все валит в одну кучу исходя ровно из того же мифа о том что мозг это железа которая выделяет сознание что же происходит ну происходит на самом деле две вещи именно для меня которые исходят из представлений о том что существует два независимых органа мозг и душа бывают случаи когда душа заполняя свою потребность а в общем эти потребности именно потребности человеческие можно свести к желанию быть спасителем спасать других людей близких если говорить о так называемой патологической любовной зависимости ну почему юные прекрасные девушки по переписке да переписываются с уголовниками в тюрьмах влюбляются в них потому что они хотят их спасти ну почему живут несчастные женщины долгие десятилетия с алкоголиками то есть вот это первичная созависимость ну вы же сами объявили алкоголизм болезнью болезнью вот она и спасает а вообще в понимании не знаю нормальной жены или нормальной матери которые сказали что ее муж я уж не говорю сын болен что с ним надо сделать ну запихнуть подмышку в градусник закутать в одеяло дать таблеточку о нем надо заботиться раз он больной вот вам и вся созависимость это повторяется раз за разом и лечение не помогает ну да ей тоже хочется быть спасительницей и это на самом деле наполняет смыслом ее жизнь потому что если она вдруг останется одна или если она вдруг реально остается она не знает кого спасать дальше и это в общем очень страшно что надо делать видимо надо ее учить что такое я не знаю двенадцатишаговая программа в которой сегодня участвуют все включая и жен алкоголиков ну я сейчас я плохо к этому отношусь потому что я считаю что эта программа вдалбливает человеку в мозг эту самую идею что он болен раз и навсегда и теперь на всю жизнь но дело же не в этом а дело в том что это программа научения а мы говорим неизлечимое хроническое заболевание мозга а как же тогда программа научения что такое кодирование торпедирование введение опийных антагонистов для лечения алкоголиков ну это мифы и плацебо а люди то верящие в эти мифы иногда вылечиваются иногда как у нас говорят дают длительную ремиссию да это конечно разные формы внушения страха но простите меня это же чисто психологические методы как же под их воздействием мозги то встают на место один из двух органов мозг или душа иногда способны захватить власть над единством которое мы называем человеком или личностью иногда мозг у которого есть неврологические проблемы вызывает я говорил как-то о натюрне и диурне замечательного французского антрополога и философа Жильбер Дюран сейчас сейчас на это уже увы не осталось времени но музыкальное сравнение ноктюрн может превратиться в фугу да и захватить весь 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 психический аппарат человека сейчас вот обратите внимание разные аспекты зависимости даже половина не успел сказать из того что хотел вот ну сейчас например как-то очень редко звучат такие понятия как трудоголизм например может может ли человек имеет право увлечься своей работой да в общем полная может это превратиться в некую патологическую проблему ну крайне редко как исключение это может превратиться в некое саморазрушительное поведение просто за счет того что человек попробует смотрите превратить работу в миссию спасения если он опять как бы как бы его охватит собственное величие ну да может ли программист сделать что-нибудь придумать новый интернет или глобальную революцию в интернете ну да это будет основано на той же самой мании спасения на той же самой волне может ли может ли быть фанатизм футбольных болельщиков или болельщики любителей той или иной звезды стать патологическим ну в общем то если фаната охватит мания спасения той же звезды она иногда бывает и с обратным знаком да ну например для того что звезду спасти ее надо убить и такая большая и страшная редкость как кажется причиной этого могут быть как непонимание собственно говоря самого понятия спасения так и понятной и конкретной неврологическая или нейробиологическая проблема я более или менее описываю это в книге которая у вас на экране поэтому я ой не буду сейчас останавливаться на в общем есть можно можно сказать с точки зрения врача но не психолога каким образом какие проблемы нервной системы могут приводить к таким патологическим формам спасения что этому противостоит ну вот разные формы обучения на самом деле да и мечтать надо учиться и спасителям надо учиться а то желая спасти можно разрушить разрушить весь мир до самого основания да и так неоднократно неоднократно было ну спасал же гитлер правда мир от евреев он был искренне убежден что спасал было ли это зависимостью вызванный мозгом или душой скорее всего это второе это именно в строгом смысле этого слова болезнь того самого органа который душа или если хотите вместо слова болезнь да от которого я и сам до конца не могу избавиться я могу сказать педагогическая запущенность человек который чему-то самому главному в жизни так и не смог научиться ну правда разве можно кого-нибудь спасти убивая людей и вот выясняется что можно и это дефект это в конечном итоге непонимание того что значит спасение вот когда такие вещи начинаешь понимать тогда можно попробовать действительно кого-то спасти включая своего собственного мужа жену или кого-то еще вот не знаю насколько я вас запутал или что-то прояснил в общем пишите пишите приходите в телеграм и если надо будет то мы продолжим этот разговор но в центре всех ошибок преступлений и проблем будет лежать мифы спасения задумайтесь об этом спасибо что пришли и пока пока не 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 не